Мы самые величайшие во все времена и первое место в мире по счастью, долголетию, богатству, величию, славе. Это ваша судьба аплодисменты! Ура! С ростом легендарных исторических героев, с триумфальным ростом создателей новой 10-триллионной индустрии суперджам, укрепления ментального здоровья, с грандиозным ростом, дорогие чемпионы, победители, легенды! Скоро вам будет аплодировать весь прогрессивный мир. Давайте друг другу подарим сердечки, аплодисменты, сердца, огонечки, кто что любит, погодь туда в топку нашего успеха. Вы знаете, вот сегодня будет очень важная школа, коллеги. Она посвящена будет счастью. И я хочу сначала рассказать, как мне пришла идея, что послужила толчком для рождения идеи школы сегодняшней про счастье. А счастье – это важнейшая категория в жизни, на самом деле. Недавно, не так давно я смотрел, ну, несколько дней назад, презентацию Илона Маска, нового старшипа. Вот этой огромной ракеты, мы о ней несколько раз говорили. Ну, в общем-то, это такая, знаете, как реклама, SpaceX, Starlink и все вместе взятое. Но, конечно, я как инженер, пускай не профессиональный, но я образование инженерное, я понимаю, что Илон Маск – это гений, инженер-гений. Вот прям гений, гений, гений. Но в то же время, ребята, я поймал себя на мысли, вот когда смотрел его доклад, ну, у меня получилось, за два дня его посмотреть, там, где-то минут 40-50, сейчас такого времени сразу нельзя вот прям подкнуть, да, и что, 50 минут смотреть. Я говорю, я себя поймал на мысли, что это, ну, достаточно, вот, с одной стороны, гениальный инженер, а как по мудрости, ну, человек очень глуп. Я вспомнил сразу слова Урона Баффета, говорит, ну, говорит, ребят, Урона Баффета, мудрец, да, 130 миллиардов долларов, говорит, вы что думаете, среди мультимиллиардеров нет дураков? Да много, говорит, дураков, да, только это просто дураки с миллиардами. Почему вот у меня такой был, я просто о другом, я сейчас перейду к счастью, ребят, поделюсь просто, да, почему у меня был такой когнитивный диссонанс, думаю, да, блин, ну, такой гений, там, 200 миллиардов долларов, и несет какую-то хрень просто. А хрень заключается в следующем, вот он несколько раз прям, да, вот, за этот доклад свой, за эту презентацию, но шипа, несколько раз, ребят, ведь вы поймите правильно, говорит, надо торопиться. Через миллиарды лет Солнце раскалится, взорвется, океаны на Земле испарятся, и цивилизация исчезнет через несколько миллиардов лет. И поэтому мы сегодня должны торопиться быстрее, да, лететь на Марс и так далее, там, где средняя температура минус, там, 90 градусов, ни кислорода, ни птиц, ни ничего. Туда лететь, потому что через миллиарды лет Солнце, да, раскалится и уничтожит Землю. И я вот думаю, господи, что должно быть в голове у человека? Сегодня каждый день гибнут дети. Сегодня мир все больше погружается в пучину какой-то страшной катастрофы. И человек, да, вот стоит и говорит, через миллиарды лет на Земле исчезнет, надо рвать мотор. Вот это, конечно, когнитивный диссонанс. Но что мне понравилось в этом видео, который, ну, доклад, это запись с переводом, мне понравилось счастье сотрудников компании SpaceX. Сейчас я попрошу слайды включить, мы сейчас это видео посмотрим, а потом глубоко разберем категорию счастья. Почему? Почему интеллект-тренер и суперджамп? Вот в абсолютной категории чемпионы мира по счастью, да? Я так и назвал сегодняшнюю школу интеллект-тренеры, чемпионы мира по счастью. Почему? Потому что мы больше всех вырабатываем счастье. Мы обучаем людей быть счастливыми, да? Мы самые большие генераторы, такие солнца. Каждый истинный интеллект-тренер, кто практикует и случает счастье. Кто со мной согласен? Дайте лайк, сердечко. Без натяжки, ребят. Да, вы чемпионы мира по счастью. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот я, чтобы вы понимали контекст, да, вот этого видео, которое посмотрите. Ну, много раз мы с вами смотрели, видели, говорили, да, частная компания? Космос? Вы что, дураки, что ли? Да это вообще, это бред полный, да? И вот эта маленькая, вначале там у нескольких человек была частная компания SpaceX, первая в мире такая амбициозная. Они 12 лет пахали. Представляете, сколько было этих взрывов ракет, итерации ракет, да, сколько? Там тысячи, не тысячи, десятки тысяч изменений технических, технологических в процессе создания. То есть труд колоссальный. И вот, да, в 16-м году в истории происходит чудо. Да, в истории космонавтики. Впервые в истории ступень, ну, ракета становится многоразовой. Да, ступень приземляется удачно после огромного количества взрывов, падений на Землю. И вот освоение космоса переходит совершенно в другую категорию. Вот, помните, мы говорили, сравнивали, как дорого бы стоили билеты из Парижа в Нью-Йорк, если бы самолеты были одноразовые. Представляете, Боев 787 прилетел, его уничтожили, взорвался. Ну, миллиона полтора долларов билет стоил бы каждый, правда же, не меньше? Ну, почему билеты недорогие относительно, да, из Парижа в Нью-Йорк или там куда-то? А потому что самолеты-то, они такие многоразовые, они рассчитаны в долгой эксплуатации, да, и так надежные достаточно. И вот сейчас мы посмотрим с вами исторические моменты. Школа сегодня про счастье, я напоминаю, не про ракеты, но чтобы контекст понимали, ребята, да. 12 лет неудач. И вот эта команда, лучшая в мире команда, да, инженеров, конструкторов, технологов, посмотрите, как они искренне радуются. И вот так, ребята, не радуется ни один олигарх в своих дворцах, со своими слугами, с миллиардами, с золотыми унитазами. То есть, как говорил Анатолий Тарасов, великий тренер, да, счастье в труде, счастье в команде, работе, достижении цели. Это есть счастье. Итак, давайте порадуемся вместе с этими ребятами. 12 лет неудач, и вот эти изменили весь мир. Пожалуйста, Твинтар. Согласитесь, коллеги, да? Прям счастье, счастье, счастье. И вот когда я увидел этот фрагмент, я понял, что когда вы через огромные трудности набираете группу, через унижение, можно следующий слайд включить уже, да, через отказы, через насмешки, вот так устроено общество, все новое всегда, ребята, воспринимается в штыки, с грязью, с, да, ну, давайте будем откровенны. Тут Жордана Бруно. Жордана Бруно, представительный математик. Кстати, 500 лет назад, чуть-чуть больше, первую книгу написал, первая книга официально по тренировке памяти ума. На костре сожгли за то, что утверждал гаденыш такой, что земля крупная, понимаете, да? И, конечно же, когда мы вспоминаем все, там, землевейс, гигиену, да, да все, ребят, ну, Ньютона, три закона Ньютона. Вы всегда помните, да, научно-консервативное сообщество 70 лет не принимало. 70 лет, да, нифига. А сейчас это попробуй не ответить на уроки, да, двойку получишь. Это уже считается такая фундаментальная классическая физика. 16 лет не принимали квантовую физику, да, хотя там такие гении, как Макс Планк, Эйнштейн, Нильс Борн, Зерфорд, уже все расписали. Нет, все это фигня. Это так всегда бывает. Вы каждый раз, набирая группу через труд, через унижение, да, это унижение здесь, ну, конечно, когда какой-то, ну, извините за грубость, болван, глупец, тебя грязью поливает, оскорбляет, ну, что он еще может, да? Ну, у нас-то грязь, солнце не прилипает у нас, да? И вот вы проводите суперджамп, и в конце, ребята, в конце суперджамп, вы счастливы, вы радуетесь. Ваша душа радуется. Почему? Потому что вы сделали величайшее дело, вы спасли хоть несколько человек. Пока. Ключевое слово, пока скоро миллионы будем спасать учеников, своих учеников. И вот это счастье, оно великое счастье. Его не купишь за деньги. Но об этом мы чуть позже поговорим. Я хочу, чтобы закрыть тему с компанией SpaceX. Смотрите, Калин, ну, представляем, опять, чуть-чуть включите в свои мозги воображение, что такое космическая отрасль до частной компании Илона Маска. Это государственные такие концерны, да? Такие конгломераты, такие какие-то монстры. В Китае, там же еще баронка. В Америке у нас, в Европе, в Индии, в СССР, потом в России. Это гигантские, это, ну, в каждой стране, это десятки, сотни миллиардов долларов. Это научные какие-то лаборатории, это какие-то бесконечные вот эти огромные корпуса циклопические, да? Все. Ну, как правило, космос, они всегда с обороной шли, параллельно пойдут. Денег туда никогда не жалелось. И вдруг, вот она, слава энтузиазму, предпринимательству. То, что в основе нашей силы, да, свобода, братства, товарищества, партнерства, можно сказать, что эту силу невозможно победить. Вот смотрите, это сколько тонн, ну, на большой орбиту уже в космос, выводила компания SpaceX и весь остальной мир. Вот смотрите, с левой стороны, серый столбик, мы сейчас смотрим, как в 21-й год, да? Это Китай, Индия, Россия, Европа, кто там, да, Америка и так далее. Смотрите, вот уже в 21-м году они приблизились. В 22-м это команда энтузиастов из Силиконовой долины с мышлением, да? Творчество, товарищество, энтузиазма обгоняет весь мир. А в этом 23-м году, смотрите, уже превышает во сколько, там, в раза три. Представляете, вот весь мир запустил тонн в космос. Все эти корпорации с этими, я не знаю, миллионами работников, да, с десятками, сотенами миллиардов энтузиасты побеждают их с отрывом. А в этом году, он говорит, мы запустим в полтора раза больше. Это еще без старшин. А когда полетят очень скоро, кстати, старшипы уже начнут туда, там и сразу 150 тонн, 150 тонн, да? Ну, это я так, чтобы закрыть тему, чтобы вы понимали, что энтузиазм, страсть, ребят, намного сильнее миллиардов, там, долларов вот этих вот циклопических корпораций. Следующий слайд, вот теперь мы говорим о вашем. Часто люди путают удовольствие и счастье. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Ну, две категории разберем поподробнее, потому что от этого зависит, насколько пройдет ваша жизнь счастливо, ярко, успешно, богато. Так, не путайте, коллеги, удовольствие и счастье. Удовольствие – это то, что можно купить. Секс можно купить? Да, секс и удовольствие, ну, конечно, удовольствие для большинства людей. Продается в тысячи лет, да, уже, еще расценки в Римской империи, в Греции, знаем, сколько уркизар стоит. А любовь можно купить, как вы думаете, коллеги? Нет. Можно за миллиарды долларов в дворце построить, нанять кучу жополисов, слу, подхалим, подхалим, лизоблюдов, да? А скажите, а дружбу можно купить? Дружбу, товарищество можно за деньги купить? Нет. Вот чувствуете, счастье – это дружба, это величие, товарищество, это созидание, чего-то великого нового, это делание каждый день великого дела, добра, помощи людям, спасение человечества, да? Это след в истории. И это счастье. Оно бесконечно, я сейчас докажу, покажу на своем личном примере. А удовольствие, ну, что там, ну, алкоголь, секс, еда, там, я не знаю, ну, там, охота, там, смотрите сами, массаж, там, компания, там, да? Кому что нравится? Вот скажите. Удовольствие купить всегда покупают. А счастье, здоровье, счастье, денег, дружбу настоящих след в истории купить невозможно. Их можно только заслужить. Развивая свою личность, интеллект свой развивая. И вот я, к чему я призываю вас, да, к счастью, коллеги. Дело в том, что если включите мозги и зададите себе вопрос, а удовольствие может быть бесконечным? Нет. Нет, коллеги, да? Вот у вас миллиарды долларов. Вы любите, допустим, заниматься сексом или кушать, что вам нравится больше, да, в супер-ресторанах там каких-то. Вот вы сможете в день тысячу раз позаниматься сексом? Нет. Да? Покушать тысячу раз нет. Тысячу костюмов, платьев дорогих, может быть, нет. На тысячи машинах можете поехать? Нет. То есть вот удовольствие, вот эти все олигархи со своими дворцами, с примитивным мышлением, это все служение телу. Удовольствие. Оно ограничено. Да, ребят? То есть вот неважно сколько миллиарды, тут тысячу раз в день не покушаешь, на тысячи машинах ты не поедешь, и тысячу раз сексом не позанимаешься. И, ну, наверное, я не скажу крадости, как-то удовольствие больше разрушает человека, да? Да вот. Итак, смотрите. Не путайте, коллеги. Вам жить еще тысячу лет. Вам спасать человечество, оставлять верчайший след в истории. Не путайте. Удовольствие конечное. Это все служение, ну, скафандру, телу, тушке, я в шутку называю тело наше, тушка. Ну, вот служит, прыгает ей, что-то вокруг нее пляшет там с бубнами там. Вот так скучно, так примитивно, так по-животному, да, по-мелко-травчатому. А счастье, любовь, великодушие, дружба настоящая, уважение, величие – это то, чем занимаемся мы. И поверьте мне, счастье бесконечное. Сейчас я поделюсь одним с вами случаем. В Японии, вот просто вы поймите, простите меня, коллеги, да, чтобы какие-то категории раскрыть, то нужно хотя бы, ну, пару-тройка часов, ну, запустим суперджамп, будем встречаться, там будем по ночам целыми сутками общаться, будем болтать, рассуждать, спорить, диспуты устраивать. Ну, сейчас надо запустить, сейчас выполнить, надо тут тяжелую, трудную работу, да, показать миру, что есть суперджамп, его пробить, эту стену неизвестности. Вот гарантирую, у меня есть огромная потребность, лично у меня, не знаю, как у вас, в каком-то таком многочасовом, да, в большом общении. В таком, ну, когда же, ну, просто приехать на остров, да, какой-то Эльберт Айланд, свядем там, у меня два-три общаться там, ну, периодически проводить суперджампы, да. Ну, сейчас, пока мы себе это позволить, роскоши не можем. Пока. Ключевое слово «пока». Я попробую описать то, что выходит, есть вот такое понятие, да, мы выходим за рамки слов, логики, за рамки того, что можно писать. Да и мысли тоже, да, рамки слов, мыслей, логики, каких-то объектов, в которые мы можем там что-то описывать, да, категории какие-то. Японцы, когда человек растворяется во вселенском счастье, называют, соприкасается с вечностью, это есть такое понятие в Японии «сатари». Да, это единственная страна, кстати, в мире, которая, у них есть два выходные, ну, два праздника, когда останавливаются банки, заводы, пароходы, да, когда расцветает ветка, когда расцветает сакура. Представляете, страна, которая очень тонко чувствует красоту мира. Ну, нельзя сказать, что каждое первое мая, или вот эти два праздника, которые мне не очень не нравятся, восьмое марта, день женщин, да, блин, мы каждый день любим женщин. Нам не надо праздника в календаре, чтобы признаваться в любви, чтобы дарить цветы, да, или там двадцать лет, бред какой-то. А так как сакура зацветает, начинает цвести по Японии, ну, в разное время, представляете, страна чутко понимает, вот начинает расцветать сакура. Все, ребята, стапе. Их такие коробочки, ну, кто в Японии живет, знает такие чашечки для саке, такая очень легкая рисовая водка, такие из дерева, такие квадратненькие, красивые. И вот вся страна выходит и любуется сакурой, общаясь, говорят о важном, о великом, о красоте, о гармонии. Да, пьют сакуру, пьют саке, ну, кто хочет, кто не хочет, сейчас, к счастью, алкоголь, употребление падает. Вот сатарь. И когда человек входит в это состояние, умные, мудрые японцы говорят, подождите, не трогайте его. Он в сатаре, то есть его душа растворилась с вселенной, он соприкоснулся с вечностью. У меня было два таких эпизода. Вот я себе задаю вопрос о счастье. Вот мы говорим, можно тренировать уровень счастья? Мы можем, мы тренируем его. А во сколько вот можно тренировать уровень, почувствовать его на себе? Ну, можно его почувствовать в 10 раз? Конечно, можно. А в 100 и 100 вычислили. Ну, понятно, да, сейчас мы разберем, как. А в 1000 раз можно? Вот я утверждаю. Абсолютно на личном опыте знаю. Можно, ребята. Можно быть без галлюцегенов. Я вот, честно говоря, когда практикуюсь какие-то мухоморы, какие-то там ездят эту дрянь, эту траву пьют, там как-то тошнит их, плюет где-то в каких-то грязных этих там, ну, бред просто. Простите, ребята, это бред. Никакие алкоголики, ни галлюцегены, никакая говно, дрянь, которую нюхают, пьют, там пьют. Никогда. Я подчеркиваю, никогда не подарят вам истинное счастье. Ну, это, ну, давайте так. Был, наверное, у всех, кто постарший опыт, когда, вот, да, с любимым человеком занимались сексом, ну, выпьем же. Ну, какие там чувства? Там же не чувствуешь ни тела, ничего, правда же? А когда любишь человека, целуешься трезвыми, целуешься, да? Ну, это же такое счастье, да? Вот поэтому я категорически против, это, ребята, такое слабоумие, бежать что-то пить, жрать, какие-то мухоморы, травы там, аяски всякие. Еще при этом, говорит, я прошел обряд. Приехал в говно в какую-то, в какую-то срань, напился какое-то зелье, у меня проблевало, что-то там, ну, как, знаете, по башке кувал, да и дали. Отошел отраюсь. Говорит, я прошел обряд. Да, ну, такой бредятельный, такое примитивное мышление. А вот сейчас я возвращаюсь, но вот это так, обязательно, чтобы вы понимали, моя позиция. Может, кому-то нравится жрать мухоморы, пить там алкоголь, это уже дело каждого, да? Но счастья там точно нет. Да и удовольствие, по-моему, тоже там очень такое сомнительное. Я просто, ну, далек от этого всего. Дело было так. Я искал формы, напомню, через мои мастер-классы на Земле прошло более 450 тысяч человек. И я довел свой мастер-класс до совершенства. Что я имею в виду? Я задал себе вопрос, встав на путь, да, вот преподавания, на путь коучинга, там, педагогики, как можно, как хотите называйте. Чтобы человек попал ко мне, там, на 8 часов, 12, и дать ему толчок, вырвать из этого болота его, да, невежество и злость. Я собрал все техники, которые, ну, вот в мире, что создали, да, которые поднимают эмоциональное состояние человека. Это и хоровое пение, и геотез, карате, и упражнение, праздник, который Тони Робинсон придумал, или кто-то. Ну, вот все, что в мире поднимает настроение, поднимает энергетику человека, я все вложил в тренинг. Какая моя задумка была педагогическая? Ну, я посмотрел, думаю, когда быстро люди меняются? И к разочарованию, конечно, когда что-то плохое происходит, да, молния шарахнула, жив остался, что-то изменилось у него. В аварию попал, близкие погибли, кто-то умер, заболел, не умер. Ну, то есть такой удар, мощный эмоциональный удар. Я подумал, что если создать мощный, позитивный удар, собрать все, что есть, да, и человек в процессе что-то рассказывает, какие-то истории, школы, да, поднимать, поднимать, поднимать настроение, вот вырвать его, знаете, как оторвать, я не знаю, электрон из ядра, из этих сил огромных атомов. И так у меня тренинг сначала был в 12-часовой, а потом я, ну, как, в 10 утра начинаем, в 10 вечера заканчиваю. Ну, чуть больше, там всегда в серединке надо какой-то перерывчик, там, дать полчасика в туалет, просто людям физиологически сбегать, ну, так, значит, 12,5 часов будет тренинг. Я подумал, коллеги, думаю, а если, мне чувствуют, мы 12 часов проводим, да, мастер-класс, ну, я на сцене все качаю, там, обязательно звукорежиссер, оператор, ну, потому что там такой эффект, это такое шоу грандиозное получается. Вот, кстати, я сразу хочу сказать, коллеги, кто приедет в Дубай на первый праздник интеллекта, радости, энергии вселенской, вот там в этой технике все мы с вами вам передадим им просто. Я утверждаю, ребят, не потому что я хочу отрекламировать как-то там, да, ради бога, хотите, не приезжайте, хотите, нет, это ваше дело, хотите, будете богатыми, бедными, да, но я точно могу гарантировать, как профессионал, который все в этом понимает, приехав в Дубай, мы проведем такие, дадим вам техники, упражнения, которых в мире, вот вместе, да, никто никогда не собирал. Это будут самые яркие, счастливые дни ваши, вот прям в реале, мы это все знаем. Это не просто там напечатать маечки, блокнотики раздать там, да, поверьте мне, ребята, поездка в Дубай, делайте один плюс один, это, во-первых, мир спасет, вас сделает их богатым, но вот то, что я сейчас расскажу, чуть-чуть соприкосновенно все подхожу к рассказу, да, в Дубае будет самое крутое событие, на котором вы когда-либо были, включая свадьбы, дискотеки, клубы, там всякие тренинги, шоу и так далее, я вам гарантирую. Поэтому рвем мотор, один плюс один, все на Дубай. Дальше, коллеги, возвращаясь к состоянию, можно ли быть в тысячу раз счастливее, да или нет? Я утверждаю, что да. Итак, 12-часовой тренинг проходит, а мы не устаем. Я, в 12 часов на сцене говорю, что показываю упражнения, там, ребята, и пожилые люди, там, 86 лет у меня на первой редакции сидели, там еще, и все заряжены, и все счастливые расходимся. Я подумал, ага, а если мы не устаем за 12 часов, так, может, мы можем мастер-класс делать 24 часа? Еще больше дать энергии, еще больше вырвать ребят, да, из этого болота, невежества и злости. Сказанность сделают. Первый эксперимент мы провели на какой-то трубасе подмосковной, мы ее там всегда проводили, потому что тогда, в то время, это был самый большой зал, который размещал 500 человек официально, ну, там, когда многие хотят попасть, знаете, на люстрах висят, на сиденьях, там, на сцене стулья ставили. Ну, да, и мы там проводили. Мастер-классы меня всегда поражала одна и та же картина. Алкоголь у нас под запретом. Ну, саду глупо просто, да, там, на мастер-класс приехали. И нас считали сумасшедшими. Вот приедет компания-фирма какая-нибудь, да, обычная, классическая, напьются, морду набьют в кровище, стекла разобьют. Скорая приедет, вот, отдыхают ребята, наши ребята, да. Приехали, а другие люди не пьют, не курят, веселые, жизнерадостные. С утра обливаются холодной водой. Секта. Ну, какие-то мудаки сумасшедшие. Ну, правда, так было. Это просто, ну, я вспоминаю. И вы представляете, они узнают, что мы делаем 24-часовой мастер-класс. То есть долго не будет 24 часа на остыне качать. Все будут выполнять упражнение, там же динамика очень высокая, не только лекции. И никто не поверил, что это возможно. Я хорошо помню, как Ольга Смирнова рассказывала мне, говорит, ну, мы уже сутки отпахали, да. Ага. И вот эта вся администрация, директор Турбанова стоят, ну, хотят посмотреть, а что за сутки может быть с людьми, которые работают без сна, сутки проводят мастер-класс тренинг. И Ольга говорит, ну, все, ну, закончили, да, что, говорит, интересно. Вот, заходите. А мне жизнь радостная, веселая. И вот я почему предысторию расскажу, чтобы картинка была у вас. И за эти 24 часа, ну, мы занимались 24 с половиной часа, да, ну, потом такие тренинги я проводил на 3000 человек, уже понял, мы опробировали просто впервые. Но в середине я понял, что надо дать полчаса, чтобы люди просто подписывали, покакали, сходили. Ну, тем более номера здесь, за полчаса вот так успеем. Чего, поднялся, с зала там сходил и так далее. И вот я подхожу вам к состоянию сатори. Постараюсь описать, ну, это за пределами слов, мыслей, чувств, ребят. Но я постараюсь. У меня были полчаса, конечно, 24 часа, ты не ешь. Ты пьешь просто, да, воду, что-то там, но есть невозможно, потому что, ну, приваривание пищи берет очень много энергии, на самом деле. И я хорошо помню, ребята, вот такая старая турбаза, вот этот зал на 500 человек, сценка и маленькая гримерочка. И вот в 12 часов мы отпахали, заряд, хоровое пение, где-то это, вопрожжение праздника. Ну, такой подъем невероятный. Я отпускаю всех на полчаса, ну, потому что так будет умнее просто, чтобы не бегали там, не с мочевыми пузырями, не мучились. Я сижу в этой комнате, коллеги, сел, и я попал в состояние сатры. Что это такое? Ну, вы должны описать то, что невозможно. Вдруг ты ощущаешь такой прилив радости, счастья, света, который в тысячи раз сильнее, когда мы делаем даже упражнения смехозаряда. Вдруг ты становишься, вот как квантовая физика, да, спутанные частички, они же везде связаны между тобой за миллиарды километров светового. И вдруг ты ощущаешь, что твоя душа растворилась во всей вселенной. Ты везде находишься. То есть не существует ни времени, ни пространства. И вот это не какое-то невероятное, неописуемое счастье, радость, любовь. Все ты это испытишь тысячи раз. То есть это, да, вот это состояние сатры. Вот это я два раза испытал. Я оба вот как раз в перерывчике, полчасовом, 24 часа мастер-класса. Почему я об этом вспоминаю? Ну, наверное, любой задаст себе вопрос. Когда мы генерируем счастье, а можно счастливее быть в сто раз? Да, можно. А в тысячу и в тысячу можно, ребят. Я это говорю совершенно... И подчеркиваю, без наркотиков, без гадости, алкоголя, всего без этой дряни всей. Не употребляйте эту дрянь. Это просто, ну там просто ты как овощ, я так предполагаю, алкоголь я употреблял, конечно, понимаю. Ну, господи, все это понятно. Итак, коллеги, смотрите. Я хочу, чтобы на всю жизнь вы для себя просмышляли. Удовольствие, тело, тушка. Счастье – это душа. Ваша бессмертная душа. Да? Удовольствие. Алкоголь, еда, секс, там, жополизы всякие, подхалимы, прислуга, рабы. Купить можно сколько угодно. Счастье, дружбу, любовь, величие, великодушие, полет, энтузиазм. Вот это радость, когда вы проявили супершаппорт, купить невозможно. Поэтому плачьте, олигархи. У вас просто без вот от того, чтобы отдать людям что-то сделать хорошо, это невозможно. Следующий слайд. Да, кто со мной согласен, пока переключите, дайте сердечко лайк. Ребята, это не я определил, это определение директренера, но мне это очень понравилось. И мы опробируем ее тоже. На Александра Гречко-набал. Уже вот, да, смотрите. У нас есть три уровня мега-счастья. Первый уровень, когда мы сами первый раз проходим суперджамп, мы чувствуем, что, о, счастье, оказывается, можно развивать, да, как память, как когнитивные способности, как физическую силу. Второй уровень счастья, это когда вы проводите первый суперджамп. Да, коленочки трясутся, голос сбивается, страшно. Но когда вы провели его, да, вы выросли как личность и вы сделали людей счастливыми. В этот момент вы испытываете более высокий уровень счастья. Кто со мной согласен, ребята? Ну, кто практикующий, понятно, кто не практикующий, попробуйте. Скажите спасибо себе и мне. Дальше, третье, это когда рождается новый интеллект-тренер в вашей команде. И тогда ваша душа, бессмертная великая душа, ваше суперсознание понимает, что вот оно, рождение команды на тысячи лет. Если есть первый, как говорил, вот Са Цаяма, создатель стиля, где-то, как Шенкай, да, за ним обязательно будет второй. За вторым тысячи. И потом за вами идут миллионы. И здесь ваша душа расцветает. Кто это испытал, дайте лайк. Кто не испытал, срочно рождайте новых интеллект-тренеров. Следующий слайд, пожалуйста, уже к финишу. Подходим, говорим о великом, о вечном. Я всегда смотрю на время. Что-то надо, что-то такое, знаете, быстрее, быстрее говорить. Это всегда воспринимается как не солидно. Знаете, я поражаюсь. Глупые люди, вот этими техниками, я говорю, спокойно, говорят. Такой взгляд величный, хрень несут. И порой даже понимают, что надо торопиться. Время такое, что мы должны развиваться. И тактику, и стратегию, конечно, затрагивать величайшие философские категории. Потому что здесь Академия величайших лидеров. И каждый из вас величайший лидер, даже если пока вы в себя не верите. Даже пока он в родные и близкие, говорят, а дурачок, сумасшедшая секта. Ребята, не сходите с пути создания великой личности. Это самое интересное, что есть. Много лет у меня так было, десятилетий. Я разделялся в своей голове счастье и богатство. Клянусь вам, ребята, заработаю денег, десятки миллионов долларов. Поехал в Тибет по монастырям искать богатство духовное. Здесь все что-то тяжело, рушится. Возвращаюсь сюда, опять деньги, опять душа болит. И вот это метание туда-сюда, туда-сюда. А я сейчас вам просто скажу все очень просто. Ребята, суперджамп – это два крыла. А может быть, впервые, я не знаю. Но я так могу предположить смело. А может, впервые мы в новой индустрии суперджамп. В новой профессии интеллект-тренер. Может, мы с вами впервые объединили гармонично богатство материальное и духовное. Что они до этого тысячи лет бьются. Или, или. И то, и другое. Только не становись рабом денег. Да? Пускай деньги, миллиарды долларов услугами твоими. Твоими инструментами, солдатами твоими делать добро. Развиваться. И кайфовать тоже. Что плохого поехать покупаться где-то, да? На хорошем пляже, с хорошими, красивыми друзьями и так далее. Поэтому, вот, добрый совет вам, ребята. Деньги – это инструменты. А богатство – это инструмент. Не хозяин. Как только человек становится рабом денег, рабом богатства, рабом власти, там, вот этих подписчиков, все, нет человека. Больше человека нет. А личности нету. Почему? Потому что ему деньги, говорит, с кем дружить там, да? Ну, в кавычках, дружить, любить там, замуж. Все, кирды, а мы говорим, да? Делая богатое, доброе дело, важное дело, получая богатство. Вот они, два крыла – богатство и счастье. Кто со мной согласен, дайте сердечко лайк и следующий слайд уже к финишу. Подходим. Итак, коллеги. Первый в истории продавцы счастья. Мне очень понравился, по-моему, Роберт Рай говорит, в самолете лечу, кто-то бизнес-плату. Я продаю там, что-то там, консервы какие-нибудь, там, колбасу, а ты, что, он говорит, а я продавец счастья. Итак, смотрите. Миллиарду людей, как воздух, нужен суперджан. Миллиарды людей мучаются, страдают ментальными, психологическими страданиями, и количество растет. Кто со мной согласен, что им нужен, как воздух, как спасательный круг, утопающий суперджан. Счастье, конечно. Мы не боремся с болезнью, мы не лечим. Спасибо, Боже. Мучим людей быть счастливее, как, да, укрепление ментального здоровья, как мышцы. Вот, как все, там мышцы тренируют, а мы тренируем позитивный менталист. А всякие болячки ментально-психологические сами убегают, да, от счастливого сердца, от счастливой души. Итак, смотрите. Два великих элемента, которые позволят вам, сегодня, новичку, вот вы вчера стали имперкрейнером, и вы чувствуете, что это ваше. Что это ваше, да? И вот вы станете счастливым, осознанным, да? Вы этим счастьем делитесь чем? Со своими учениками, близкими, родными. И вот тогда педагогическая цепочка, ребята. Два элемента, педагогическая цепочка и сложный процент. И вы, лично вы спасете весь мир. Лично вы, через учеников, учеников педагогической цепочки, сложный процент, да, геометрическая прогрессия Гаусса, то, что мы вчера говорили. Все, вот он ключ, ребята. Вот он ключ, ребята. Счастье, счастье. Вы даете счастье, а потом и миллиарды придут, долларов, деньги, гарантируют. Кто со мной согласен, сначала счастье, начиная с себя. Да, излучаем, а потом и энергия, и счастье, конечно, и деньги. Приехать следующий слайд и стартуем, ребята. Это моя любимая фрактальная идея. Вот она, геометрическая прогрессия. Вот я, честно скажу, сзади, как инженер-механика, кандидат экономической наук. Я когда понял это, счастье разделилось до понимания геометрической прогрессии сложного процента и после. Смотрим с левой стороны колоночки. Вот я считаю, у каждого из вас такое должно быть, прямо вот где-то здесь есть рабочий стол или там, ну где прикрепить там есть, да? Один, два, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два. Так мы все начинаем строить команду. Тяжело, ребята. Ну давайте врать не будем, но очень тяжело. Ну тяжело, но неприятно, потому что я, на что закаленный боец, перец, да, такой, швамок весь, там, я не знаю, сердце как, не знаю, кук, такая же броня. И то неприятно, конечно, но тяжело. Но что движет мое всегда и двигало мое? Я знаю, что все равно такого же еще одного сумасшедшего встречи, как я в шутку говорю, как я, энтузиаста. И потом второго встретим. Хотелось бы вчера бы, чтобы это произошло все. Ну так жизнь устроена. Мы живем, ребята, в ящике Пандоры живем. Ну каждый день что-то бомбы, люди убиваются, какой-то ад какой. А мы с вами строим команды на тысячи лет. Мы спасаем человечество, и вот этот сложный 2-4. То есть обратите внимание, просто поймите одну простую вещь, коллеги. Вот первые месяцы, годы у кого-то займут, потому что личностью стать. Кто-то лидер приходит, сразу строит, за ним идут он лидер. Он до этого настрадался, он до этого закалил свой характер, стальные яйца, да, лидерскую силу разведел. Ему важно делать, пришел в суперджам, другую, 10 партнер, он пошел, пошел. А многим надо сдать, но это может и год, и два, и три, ничего страшного, не сдавайтесь. Потому что жить серой, скучной жизнью, это самое страшное, что с вами может произойти. Правда, правда, как есть, коллеги. И вот смотрите, вот просто поймите одну простую вещь, и все, уже пойдем зажигать сердца. Чувствую уже, у вас уже там, как мы в спорте раньше говорили, да, из нас зрели, огонь, уже все, уже дым идет быстрее. Итак, смотрите, вот первые месяцы, годы, 2, 4, 8, 16, тяжело пашешь, очень тяжело, денег мало. Ну, вспоминаем, Роберт, первый год, у него средний доход был 900 долларов в месяц, второй год, по-моему, так же. А потом все поперло. Сейчас, если он меньше тысяч долларов зарабатывает в день, так это все, это трагедия срочная. Две-три тысячи надо в день, чтобы было, ну, 100 тысяч долларов в месяц, а потом дальше. И вот, типа, чудо, почему? Сложный процент, восьмое чудо света. Коллеги, смотрите, ну, давайте поднимемся вот туда, где 8 тысяч, вот я смотрю, 8192. Вот, вы отпахали сейчас, да, у вас только один интеллект-тренер. Может быть, кто-то отпахал полгода, год, это нормально, ребят, не сдавайтесь, два. Вот, посмотрите, отпахали, боль, страдания, один интеллект-тренер. То же самое вы отпахали, ну, условно, возьмем, там, полгода, допустим, да, когда в команде у вас 8192, вы приложили те же самые усилия. А сколько у вас через этот период? 16 тысяч, ребята! Видите, вот, да, выше идем, да, в вашей команде 131 тысяча партнеров. Вы отпахали, здесь был 1-2 превратилось, а здесь 130-260 тысяч. То есть за этот же период у вас будет в команде плюс 130 тысяч, ребята! А это плюс 13 миллионов долларов каждый месяц дохода вашего. И огромное количество ребят зарабатывает по 500 тысяч долларов, по 300, по миллион. И так, педагогическая цепочка и сложный процент, вот он ключ! К спасению миллиарда несчастных. Кто со мной согласен, дайте лайк, следующий слайд, коллеги. А время уже, хотел сделать упражнение, да, вот мысленно переместимся, вернемся, сделаем, когда будет, ну, потому что, ребят, коллеги, соратники и мои родные, нам вот время счастливое, удивительное время, да? Человек, который сегодня моет полы, завтра номер один в мире, гарантирую. Ну, по страсти, все, новое время. И жалко, и обучаться надо, и передавать вам опыт надо, и знания, да? Ну, вот время нужно идти и спасать мир, потому что, а то прозаседаемся, проучимся с вами. Но давайте так. Я всех, кто живые, у кого есть мудрость, и кто еще не стал интеллект-тренерами, Ребята, я призываю вас, прямо сегодня делайте апгрейд и становитесь суперинтеллект-тренерами. И вот это упражнение мы проведем с вами на следующий уже круг, президентский круг, где собираются суперинтеллект-тренеры, да? Договорились, кто согласен, дайте лайк, сердечко, и следующий слайд. Ну что, все меньше осталось бизнес-стипендий, остались часы денечки, ребят. Пока дурак думает, умный делает. Воздух и в грудь полетели к звездам. Пять, четыре, три, два, один. Мы самые величайшие разы в Северной. И первое место в мире. Это ваша счастливая мультирендерская судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...